друзья всем добрый день меня зовут аурика и я рада приветствовать вас на своем канале о вязании модное хобби сегодня хочу начать запись влога рассказать вам о своих вязальных планах продвижениях а также хочу немножко рассказать об этом джемпере я его вязала для дочки она меня попросила связать такой радужный джемпер я уже показывала как-то начатую работу в своем влоге это пряжа rovin felt или еще ее называют почему-то валентина именно так ее можно найти в интернете я заказывала всех цветов по три моточка и сейчас я попрошу вас остановить это видео и написать в комментариях как вы думаете сколько же весит этот джемпер но сейчас я раскрою тайну он весит 709 грамм моточки были по 50 грамм и как видите мне всех цветов не хватило до желаемой длины рукава нам пришлось добавить красненького вот и нам все равно нравится как он смотрится конечно он очень теплый так как это стопроцентная ровничная шерсть и конечно она была очень приятно в работе и быстро вязалась спицы были номер 7 на дочка если бы еще было можно взять больше она бы была согласна чтобы он был такой еще более такой объемный рыхлый вот но я ее уговорила на такое более плотное полотно чтобы ну не совсем уж он был таким мешковатым и дырчатым скажем так эта модель она увидела на просторах tick tock и попросила у одной мастерицы попросил меня связать такой же у этой девушки было видно что именно эту пряжу она использовала и я ее нашла заказала всех цветов и конечно же у меня все равно остались какие-то там граммы от этих ниточек вот ну я думаю что можно будет как-нибудь потом докупить какого-нибудь одного основного цвета и так вот такими тонкими полосочками и связать то что осталось потому что ну остатков осталось много особенно красного цвета потому что я его использовала только по горловине здесь также вывезен росток и по рукавам ну дополнили я когда стали примерять дочка сказал что она хочет длинные рукава не такие чтобы были до начала кисти а так чтобы нормально прикрывали вот и я и предложила что как бы начинается цвет у нас красного давай мы тогда красным скажем так и закончим низ у нас очень такой свободный получился она тоже не хотела чтобы это было стягивающая резинка вот поэтому я закрывала здесь с накидами да вот чтобы было более такой вот эластичная и не стянутое полотно конечно на рукавах я сделала сокращение и если посмотрите они такие достаточно большие объемные это тоже пожелание заказчика скажем так вот чтобы они были большие я никак не сокращала их после подрезов просто такими прямыми и вязала к сожалению не делала никаких записей потому что вязалось это очень быстро и скажем так по наитию и в общем я ничего не записывала я просто вязала дочки джемпер мы его уже активно носим и здесь есть картошки да ну не знаю стоит ли вам показывать но они легко снимаются машинкой до для снятия картошек очень даже хорошо можно пройтись и в общем он как новенький я его стирала раскладывала в общем ну конечно сох он относительно но я не могу сказать что совсем прям сильно долго ну в общем время ему понадобилось потому что сами понимаете это шерсть тяжелая ровничная и в общем конечно я его пришлось мне его разложить на полу да то есть на пол положить много простыней полотенец чтобы они впитывали лишнюю влагу вот у нас есть один любитель вязаных вещей до которые мы его отгоняли это наша кошка вот ночью все-таки урвало время до когда можно было покататься там сделано пару зацепочек но благо не сильно глубоких больших мы смогли из . потом крючком заправить вот ну много говорю об этом джемпере вот дочь довольна вот и я тоже могу показать росток то есть видно что здесь красного цвета вывязано больше чем спереди я делала развороты по рукавам и несколько разворотов сделала по горловине ведь красный цвет и оранжевый очень засвечивают но в общем-то довольно таки прилично тяжеленький такой джемпер получился вот главное ей нравится носит она с удовольствием ну это в общем чего еще скажем так желать я довольна своей работой довольно то что у меня получилось и в общем ей понравилось еще очень голубой цвет вот она сказала что может быть потом мы докупим и свяжем просто однотонный ну вот как раз сейчас вы видите есть картошки картошки конечно в области живота да где была курточка и на рукавах а сейчас давайте я вам покажу какие у меня продвижения джемпера который я вижу для сестры джемпере у меня есть тоже существенное продвижение я уже связала полностью длину закрыла связала резинку но мне что-то кажется что я все мало всего 10 рядов связала резинки надо наверное еще под распустить и их довязать правда еще видите так как сложенном виде он вот такой смятый я перешла уже на вывязывание рукава и здесь как помните я показывал что будет такая вот большая объемная коса которая перри крещивается через каждые 20 рядов вот и же где-то в районе локтя у меня есть длина рукава рукав тоже никак не убавляю но скорее всего я его распущу я примеряла на себя хотя мне мама успокаивает говорит что все нормально но мне кажется что в этой области он не очень красиво ложится не я все таки распущу и буду здесь делать сокращение немножко петель сокращу хотя в моем скажем так плане я думала что я так и буду вязать объемный такой рукав потому что здесь коса не очень хотелось чтобы она сильно натягивалась но все-таки здесь надо некоторое количество петель сократить даже вот я думаю вы видите что вот здесь вот но много вода вот так складочка образуется и в общем надо его ее устранить а так как говорится осталось дело в шляпе довязать рукава и джемпер будет готов вот я начала уже снимать мастер-класс на носочки есть у меня еще одна готовая работа я вас приглашаю сейчас к столу чтобы показать на чем я сейчас дружусь я уже начала снимать мастер-класс хочу с вами поделиться что уже снимаю важный момент уже отвязала мысок и как вязать узор на самом деле все очень легко как-то у вас этот горчичный свет совсем горчичный он более желтый вот и это у меня уже готовый носочек это так я сейчас показывала как смотрится узор да он не постиран потому что ждет второй носок до чтобы постираться как говорила я не стала здесь делать контрастный рулик да то есть я продолжила вязать также горчичным цветом и мне кажется они очень красивые получились я прям очень ими любуюсь вот напомню что вижу из пряжи drops fabl это цвет номер 111 вот и в общем снимаю мастер-класс уже все сняла осталось в общем провязать мне ряды до клина подъема а там уже совсем скажем так будет все легко надеюсь в ближайшее время мастер-класс обещанный вам выйдет на канал и далее я в общем приступлю к следующему мастер-классу до который тоже обещала вот так что план такой продолжить вязать носочки и снимать обещанные мастер-классы время я немножко вязала и у меня готовы вот такие маленькие коротенькие носочки которые я вязала методом helix вывязывала скажем так остатки они еще не постираны то есть вот я буквально сегодня утром закончила второй носочек и шила да сейчас пойду и стирать абсолютно не подбирала секции то есть как шла ниточка так и вязала это все drops fabl у меня еще даже остался вот такой остаточек номер 604 я уже связала две пары носочков одни у меня вот эти укороченные вторые которые я вязала сыну там были удлиненные но возможно если бы я вязала с полностью даст так с такой нормальным паголин ком и с манжетом может быть я хотя не уверена что я все-таки связала вот ну в общем еще на helix и может быть не на полный но на какую-то часть мне хватит этой пряжи вторая пряжа у меня был остаток вот такой синий тоже drops fabl это цвет номер 107 у меня все что от него осталось вот вот такие вот симпатичные укороченные домашние носочки это связано не на размер наверно 37 я бы сказала хотя старалась вязать на размер 38 но видимо я стала вязать плотно здесь 60 петель у меня размер ноги 38 39 и они мне слегка маловаты поэтому я думаю что на 37 они будут сидеть замечательно я ни в коем случае не расстроилась как бы всегда нужен и такой размер вот на самом деле сейчас был новый год и я много кому подарила носочки с большим удовольствием и дочь меня попросила носки которые она подарила своей подруге вот то есть это всегда такой хороший универсальный подарок да то есть он всегда у вас есть вы можете достать и человеку подарить мне кажется это будет очень приятно и носить на самом деле мне недавно прислал отчет фотоотчет мой кум если помните я вязала в новогоднем выпуске вязание на выживание ему носочки в подарок и мне на самом деле было очень приятно вчера они мне прислали фотоотчет сказали что носят дома то есть я думала он может быть будет куда-то ходить на рыбалку и может и ходить но он и сейчас их носит дома вот и я очень рада что я угадала с размером они сидят очень хорошо я не буду сейчас вставлять вам фото потому что дома фото такого домашнего скажем так характера вот и также мне прислал отчет мой племянник фотографии да то есть тоже я там вязал на размер 45 ему и угадала вязала я по размерам таблиц которые указаны из книги вернее гениальной носки то есть длину стопы я брала оттуда и обе пары сели замечательно то есть я куму вязала из шести нитки из рейги племяннику вязала из обычной четырех ниточной пряжи и в общем все сошлось все всем подошло и хорошо сидит вот так что такая мне готовая работа сейчас пойду постираем продолжу уже вязать дальше мастер-класс ну то есть необходимую длину которую мне надо и дальше буду снимать вот так что такие мои новости пойду продолжу вязание я могу показать вам носочки вчера я говорил о том что они у меня готовы что это готовая работа я их постирала высушила кстати последнее время все свои изделия том числе носочки стираю с мылом от вкусвиль много слышала на других каналах об этом мыли и так уж получилось что была рядом с этим магазином в общем не удержалась зашла купила тоже попробовать кокосовое хозяйственное мыло и в общем меня полностью устраивает то как она отстирывает пропитку и это натуральное мыло по всем его параметрам которые написаны на упаковке она очень даже универсальная и полезная я его купила несколько брусочков один брусочек отправила свои подруги в подарок регине вот надеюсь она тоже будет ее радовать вот так что вот такие не симпатичные получились носочки следочки методом helix очень мне нравится это сочетание видно все цвета у секционной пряжи здесь даже они немножко скажем так совпали но это совсем меня не расстраивает не огорчает что они не одинаковые вот буду носить или подарю кому-нибудь удовольствие давайте взвесим сколько же они весят я в очередной раз приняла для себя решение что буду записывать свои готовые работы весь то не 41 грамм сколько они весят и в каком месте что если связала я в прошлом году начинала вести такую тетрадку но потом забросила вот как-то я подумала что я и так показываю всегда все свои изделия да в работе какие какие готовые работы вместе с вами взвешиваю и в общем может быть не имеет особого смысла отдельно снимать видео готовых работах ну в общем постараюсь хотя бы записывать да сколько изделий я связал в каком месяце и сколько они весили это пряжа напомню drops фаббл это один из моих любимых артикулов вместе с пряжей drops north я очень люблю drops фаббл за ее палитру за ее качество нити цвета здесь очень все красивые секционного и однотонного крошения дам тут не очень-очень и не нравится у меня на самом деле много этой пряжи очень приятное вязание мне понравилось связать и давно вяжу и люблю эту ниточку и кстати по поводу пряжи недавно мне пришел буквально по моему вчера вопрос под видео где я показываю покупку носочной пряжи али за супер вошь и там был один моток на кобоха гелена меня спрашивает мое мнение по поводу этой ниточки так как она вязала из такого же цвета он у меня уже здесь приготовлен это зеленый я уже прикрепила этикетку и она написала что она связала из такого же прям точно цвета носочки и она на кобоха есть не совсем не пока понравилось в вязание вот и спросила что я думаю по этой по этому поводу по поводу этой ниточки давайте уберу носочки я тут немножко подготовилась принесла те цвета на кобоха но не все конечно но немножко которые у меня есть наличие и хочу обратить ваше внимание сейчас на этот моток это последняя скажем так партия вообще последний моточек этого артикла который приобрела я вам уже говорил о том что на удивление это очень такой плут плотно скрученный моток что не может не радовать потому что на предыдущие его товарищи совсем не отличались плотностью я сейчас вам покажу у меня есть несколько цветов однотонных на кобоха и вот так они выглядят нитка совсем разваливается как бы я ее не собирала как бы я ее не фиксировала этикеткой я думаю вы знаете да и слышали у многих блогеров в прошлом году именно жаловались на этот минус что она распадается потому что она вот так совсем не плотно скручена некоторые просто сразу ее перематывали чтобы ниточка не путалась до чтобы не потом не пришлось отрезать вот то есть смотрите несколько цветов и они вот просто да по сравнению с этим моточком до который пришел мне сейчас вообще ничего не имеет общего то то есть еще вот бежевый наверное у меня еще не успел развалиться хотя я их никак не скажем так не беспокойнее там не перекладываю еще как-то не вываливаю они просто лежат и они вот так распадаются если вам интересно этот цвет номер пятьсот шестьдесят девять темный синий цвет номер двадцать четыре восемнадцать и такой бежевый красивый цвет это номер сорок четыре пятьдесят девять но начну я с того что это была первая нитка с которой я познакомилась который вообще началось мое вязание носочков я тогда купила пришлось прерваться сын звонил что идет домой а это вообще первая пряжа с которой началось мое знакомство с носочной пряжей я тогда не знаю вот прям знаете это наверное пришло время какой-то какой-то был знак настя я много рассказывала о ней на своем канале собирала группу до по вязанию носочков по обучению и я в общем туда вступила и в ближайшем магазине которые я мне очень нравится в котором я часто покупаю пряжу это магазин сама вязов который находится у нас в санкт-петербурге была в наличии носочной именно это пряжа накобоха белого цвета и еще секционного украшения я тогда взяла 2 2 моточка секционного украшения и 2 однотонного вот потому что мы вязали носочки методом helix и я тоже рассказывала о том какие они были первые мои носочки вот и в общем что хочу сказать я на самом деле не могу сказать что она мне не нравится так как видите у меня есть варианты я еще потом вязала из этой пряжи носочки такие у меня есть такой такого цвета у меня были связаны носочки маме вот мне нравится да а у меня еще есть голубая и нежно-розового цвета тоже такая однотонная но хочу сказать что больше именно этого артикула я отдаю предпочтение моточкам секционного украшения посмотрите какие они очень красивые какие они яркие особенно вот этот свет за которым я долго гонялась называется он нам данца вот такие носочки должны получиться давайте повторить цвет это номер 32 451 еще вот такой у меня цвет здесь к сожалению видимо это старая партия да то есть этикеток здесь нет того представления как же должен получиться носочек цвет это номер 81 255 и в общем я отдаю предпочтение конечно в накобуха моточкам такого цветного секционного украшения они замечательно ложатся в в хеликсе вот и у меня были одни самостоятельно то есть без хеликса именно одним цветом связаны носки но там я сделала пятку стронг первый раз попробовала и ну в общем я еще тогда не знала что эта пятка для высокого подъема конечно я их ношу мне удобно их носить ботинки да но конечно пяточка с моей ноги съезжает вот мне очень нравится вязать именно цветной нитью однотонная я бы сказала что она ну знаете такая тонковатая и носки которые я вам показывала в предыдущем отрывке да то есть мне прислал племянник отчет это тоже была накобуха и ализа супер вош связанная методом хеликс до серые носочки мне нравится да то есть то цвет был грей мандала я такой подарила цвет еще регине да свои вязальные подруги если вы еще не подписаны на регина переходите на ее канал за петельку петелька регина вяжет очень интересное изделие также вяжут носочки вот и я могу сказать что мне это нить нравится вот как самостоятельно цветную да то есть однотонную я не хотела бы использовать мне кажется носки очень довольно тонкие получаются даже на спицах номер два но это наверное у меня она хорошо дружит с другими артикулами также как с одессе супер вошь или с дропс фабула она хорошо сочетается и вяжется я уже вязала у них одинаковый метраж и в общем они между собой очень хорошо дружат мое мнение ниточка неплохая можно из нее вязать очень красиво секционного украшения у нее цвета конечно вот единственное что могу сказать я бы не вязала одноцветные носочки из этой пряжи мне не кажется очень тонкими что ли вот поэтому я ее люблю сочетать или между собой до секции секционного и однотонного да в хеликс допустим либо с другой какой-нибудь ниточкой вот ну единственное что вот минус могу сказать не хотела бы вязать однотонные а во всем остальном она меня в принципе хорошо устраивает то есть у меня есть носки которые я из этой пряжи нашу они не протираются но впрочем как и все остальные виды носочной пряжи может быть поэтому елене не понравилось да в носочках это пряжа потому что они были именно только из этой пряжи да и но однотонные если бы может она сочетала в хеликсе может быть вам елена больше понравилось вот ну вот бывает такое да а кому-то наоборот кто-то в восторге именно от однотонной да именно пряжи тут не может быть одного какого-то мнения вот мне она нравится у меня она есть наличие я ее люблю вязать люблю ее сочетать вот это была моя первая ниточка носочная да которая попала ко мне в руки дальше я уже стала пробовать другие артикулы да и на самом деле вот еще не сложила никакое свое мнение по поводу опала очень все ее обожают все говорят какая она замечательная честно пока не могу сложить никакое мнение о ней у меня есть несколько цветов как цветной однотонный так и окрашенной нитки да то есть вот надо решиться связать я вот буду сейчас участвовать в одном проекте как раз это таком не сочном проекте да как бы это как раз и вариант ее попробовать также я попала в тест на вязание следочков с вышивкой вот так что скоро покажу что же у меня получается вот я не знаю надеюсь вам елена помог как-то мой отзыв если у вас еще остались какие-то вопросы с удовольствием отвечу вот но я вам хочу сказать спасибо большое что посмотрели это видео до конца то что остаетесь со мной также я всегда рада новым подписчикам я очень рада что вам интересен мой канал мои видео до которых я рассказываю не только о своих изделиях делюсь своими наблюдениями опытом а также мастер-классами вот надеюсь очень скоро выйдет на мастер-класс на носочки горчичные да такие дракончики я уже большую часть отсняла вот осталось конечно немножко делка говорится шляпи и плюс монтаж вот надеюсь он скоро будет так что я с вами не прощаюсь говорю до новых видео